Очередной рекорд по заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Пермском крае за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб. В Прикаме официально подтверждено 3303 новых случаев коронавирусной инфекции. Из них 701 пациент – это дети и подростки до 17 лет включительно. В больницах края от COVID-19 лечится 2402 человека. На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 172 пациента. Из них 64 подключены к аппаратам ИВЛ. В связи с ростом числа заболевших ОРВИ и коронавирусной инфекцией в Перми расширяют сеть амбулаторно-консультативно-диагностических центров для оказания первичной помощи, сообщили в краевом правительстве. С 1 февраля пациентов с признаками ОРВИ в легкой форме принимают по месту жительства во всех поликлиниках Перми. Приема больных не будет лишь в пяти филиалах, расположенных по адресам улица Панфилова, 20, Грачево, 12Е, Запорожская, 5,7, Никулина, 10 и Монастырская, 159. Жителям для получения первичной медицинской помощи нужно обращаться в поликлинику по месту жительства или в АКДЦ своего района, в медучреждение, в котором вы наблюдаетесь. В случае, если ваша поликлиника в настоящее время не работает в составе АКДЦ, необходимо прийти на прием в любую другую в своем районе Перми. Обращаться в амбулаторные центры нужно при симптомах ОРВИ с течением болезни в легкой форме, но без подтвержденного диагноза COVID-19, подчеркивают в Краевом Минздраве. В таких центрах проведут осмотр, сделают экспресс-тест, при необходимости возьмут мазок для ПЦР-исследования, а также назначат лечение, предоставят лекарственный препарат и выпишут лист нетрудоспособности. Андрей Григорьев, Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей. Глава Краевого Минздрава Анастасия Крутин заявила, что число бригад неотложной помощи по всему краю увеличат вдвое до 800, сообщает 59.ру. Это произойдет за счет привлечения узких специалистов в поликлиник, плановый прием которых сейчас частично приостановлен. На 40 бригад планируют увеличить и силы скорой помощи. Врачей и фельдшеров из одной бригады предполагают разбивать на две, добавляя к дипломированному специалисту помощника, например, студента или волонтера. Не исключена вероятность того, что на бригаду может остаться всего один медик. Пермики стали меньше ездить, сообщает городское управление транспорта на своей странице в соцсетях. Пассажиропоток на общественном транспорте Перми снизился примерно на 12%. Если до начала роста заболеваемости в будние дни городские автобусы и трамваи перевозили в среднем 550 тысяч пассажиров, то сейчас, по данным ГорТранса, на 65 тысяч меньше. Впрочем, это может быть связано и с увеличением цены за проезд в общественном транспорте Перми. Напомним, 10 января его стоимость выросла с 26 до 33 рублей. Настоящее чудо. В Перми годовалый малыш упал с девятого этажа и выжил, получив ушибы. Подробности сообщает Комсомольская правда. Утром 31 января из окна десятиэтажки наш изек космонавтов вылетел, как показалось прохожим, сверток. Он приземлился в сугроб и оттуда раздался детский плач. Это оказался годовалый мальчик. Его мама отвлеклась, ребенок открыл окно и выпал. Падение смягчил сугроб. Медики осмотрели мальчика, констатировали, он практически не пострадал. Комсомольская правда приводит слова главврача детской краевой больницы Дмитрия Антонова. Когда мальчика доставили к нам, его на всякий случай госпитализировали в реанимацию. Ребенку провели комплексное обследование. Повреждений внутренних органов не выявлено, только ушиб грудной клетки и ушиб мягких тканей. Будем переводить в отделение экстренной хирургии. Никаких последствий от падения быть не должно. Сейчас состояние мальчика ближе к удовлетворительному. В полиции напоминают, избежать беды поможет соблюдение простых правил. В комнате с открытым окном не оставлять ребенка без присмотра даже на минуту. Не разрешать детям играть на подоконники и не ставить малышей на него. Убрать от окон любую мебель. Установить на окна специальные фиксаторы или ручки с ключом. И помнить, москитную сетку ребенок воспринимает как опору и выпадает из окна вместе с ней. Особняк отвоевали. Дом купцов Лихачевых на улице Акулова, 12, признали объектом культурного наследия Пермского края, сообщает новый компаньон. Под охраной государства теперь не только само здание, но а также интерьер и планировочные решения. Изданию рассказали об этом в краевой инспекции по охране объектов культурного наследия. На здание уже распространяются все требования по сохранению объекта культурного наследия. Этому зданию еще предстоит независимая историко-культурная экспертиза. Она необходима для включения объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Мы не раз рассказывали о борьбе пермских общественников за сохранение особняка. Он хорошо виден скамой и может служить живой иллюстрацией архитектуры и быта конца 19-го, начала 20-го веков. Здание в очень хорошем состоянии, потому что всегда принадлежало частным лицам. Построенное в так называемом кирпичном стиле, оно гармонично вписывалось в красную линию когда-то оживленного квартала. Усадебный комплекс состоит из нескольких пристроев и построек, и его детальное изучение еще впереди. Но уже сейчас можно сказать, что в Перми таких домов мало. Проездные ворота украшены таким декоративным архитектурным декором. Очень похожи на Чердень, понимаете? Чердень – древний город, в котором на рубеже 19-го, 20-го века очень много было построено домов именно в таком стиле. То есть кирпича, добротные, крепкие дома. Жилой дом по Акулова, 12, был включен в процедуру изъятия имущества у собственников. Жители оспаривали в суде выкупную стоимость своих долей. В августе прошлого года Ленинский суд удовлетворил иск краевого минимущества об изъятии выкупной стоимости этой недвижимости. При этом, по данным нового компаньона, регистрация прав Пермского края на все доли до сих пор не завершена. Пермские активисты призывали сохранить уникальное строение. Если взглянуть на старинную фотографию, как выглядел ранее этот квартал, мы можем увидеть, как гармонично стояли в едином стиле все дома. На данный момент все утрачено. Этот дом остался единственным экземпляром застройки 19-го века. Внимание краевой инспекции по охране объектов культурного наследия удалось привлечь. Уже сейчас здание нельзя снести, а любые действия с ним не должны искажать его существующий облик. На земельном участке в 1500 квадратных метров, а также в пешеходной зоне перед домом, нельзя ничего строить. Если будет принято решение о включении особняка Лихачевых в единый государственный реестр объектов культурного наследия, то возводить капитальное строение будет запрещено и в 100-метровой защитной зоне вокруг его территории. Юлия Алеева, Екатерина Леонова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. За месяц полсотни опасных колодцев. В январе с объектов пермских тепловых сетей похищено 50 крышек люков тепловых камер. Кражи произошли в Орженикидзовском, Кировском, Дзержинском и Ленинском районах. Полиция ищет виновных, решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Тепловики обращаются к горожанам. Мы призываем всех пермяков проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о таких случаях в полицию и теплосетевую компанию. Ваше ответственное отношение поможет предотвратить трагедию и не допустить сбоев в работе теплосетевого оборудования. Сообщать о кражах крышек люков тепловых камер необходимо в тепловую справочную службу по телефону, номер которого сейчас на экране. Пермскому мистическому нужен новый дом. В сети набирают обороты своеобразный флешмоб деятелей культуры в поддержку Театру Моста. Писатели, критики, режиссеры, актеры и многие другие, представители неравнодушной общественности, написали письма с просьбой предоставить ему новое помещение. Напомним, ранее стало известно о выданных учреждению предписаний, согласно которым размещаться в старом здании труппа уже не может. Более десятка писем на сайте у Моста и не меньше на его странице в соцсетях. С просьбой поддержать театр к региональным властям обратились деятели культуры из городов Прикамьи, регионов России, а также из Грузии, Франции и еще ряда стран. С тревогой, но и с надеждой спешу присоединить свой голос в поддержку уникального творческого коллектива, пишет основатель израильского театра Зеро. Об уникальности и необходимости сохранить самую мистическую труппу в своем письме упоминает народный артист России Александр Калягин. Недавно я узнал, что театру грозит беда, его собираются выселить из исторического здания, в котором он работает более 30 лет. Выселяют из-за пожарных предписаний к зданию дореволюционной постройки. Но ведь я слышал, что уже давно более 15 лет для театра ищут более просторное здание. Так неужели в Перми не найдется здание для такого выдающегося театра? Здание, построенное в 80-е годы 19 века, театру моста получил в 1992 году. За 30 лет на площади 1500 квадратных метров оборудовали три театральных зала, два фойе, а также надстроили второй этаж. Но уже достаточно давно речь идет о том, что помещение мало для труппы, которое играет более 500 спектаклей в год. А в конце 2021 года здание якобы и вовсе признали несоответствующим правилам пожарной безопасности. Театру выдали 42 предписания. Сейчас вообще прижало, потому что эти предписания выполнить невозможно, не останавливая процесс. Поэтому очень ждем, что нам все-таки городские власти дадут какое-то новое здание. Ранее в качестве возможных вариантов дома для самого мистического рассматривали завод Шпагина, здание бывшего клуба в Кио и клуб ГУВД на Сибирской. Но, как стало известно, после очередного заседания Совета по культуре при губернаторе Пермского края, они уже не рассматриваются. С просьбой прояснить судьбу театра у моста мы обратились в мэрию. Там сообщили следующее. В Департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми пояснили, что на данный момент надзорные органы не выдавали предписаний в отношении здания, где расположен театр у моста. Театр продолжает работать в обычном режиме. Переезд театра в другое помещение не планируется. Также чиновники сообщили, что, учитывая значимость и востребованность театра, рассматривают варианты для расширения театрального пространства. Но актуальные варианты пока не назвали. Татьяна Овсяникова, Михаил Иситров, Телевизионная служба новостей. В самые инстаграмные места Перми в сети появился рейтинг достопримечательностей нашего города, фотографии которых наиболее часто публикуют в соцсети Инстаграм. Список составил один из авторов портала vc.ru на основе геоданных о расположении тех или иных объектов в российских городах-миллионниках. В каждом городе было проанализировано 20 мест. Выкладывая свои снимки в Инстаграм, пермики не забывают чекиниться. Иными словами, отмечать, где именно было сделано то или иное фото. Вычислить, какие места Перми фотографировали чаще всего, взялся московский блогер Даниил Охлопков. Он выгрузил данные из социальной сети Инстаграм и нашел точки, где чаще всего фотографируются жители российских городов. Всего блогер проанализировал 15 миллионников, в том числе Пермь. Для каждой собрал топ-20 самых популярных фотолокаций. Они отбирались по числу новых постов в день. Итак, Пермь, топ-5, снизу вверх. Открывает пятерку самых популярных мест по числу новых постов в день Пермский театр оперы и балета. В сутки с отметкой «Я тут» здесь появляется около 34 фотографий. Всего же с таким геотегом, как в самом театре, так и в его сквере, было сделано 77 433 фотографии. Пожалуй, и мы пополним копилку изображений с таким тегом. На четвертой строчке визитная карточка нашего города – арт-объект «Счастье не за горами». В связи с реконструкцией пассажирских причалов у речного вокзала «Счастье» временно покинуло набережную. Вернуть красные буквы обещают в конце этого года. Не менее популярной отметкой пермяков стала «Просто зима» – третье место рейтинга. Вторым по популярности геотегом стал целый микрорайон – Закамск. Ну а лидером рейтинга, самым инстаграмным местом Перми, признан построенный осенью прошлого года ТРЦ «Планета». Новых постов с этим геотегом в сутки насчитывается порядка 127. Также среди самых фотографируемых мест города стал парк имени Горького, театр-театр, лыжная база «Динамо», балатовский парк, еще несколько торговых центров, ресторанов и жилых комплексов. Совпадают ли результаты исследования с мнением жителей нашего города? Конечно, оперный театр. Разумеется, самая такая достопримечательность. Набережная неплохо сделана, да. С детьми вот гуляем. Наверное, набережная. Или центр города. Я особо не фотографируюсь в городе, но, скорее всего, это эспланада, драмтеатр, где фонтаны более-менее симпатичны. Набережная здесь, где мы находимся, около оперного театра. Наверное, где-то на сибирского танка и в новом центре, наверное. В результате анализа данных были созданы и тепловые карты по числу новых фотографий в день для каждого из городов. Кстати, по активности инстаграмщиков и числу геотегов Пермь занимает 12-е место из 20 российских миллионников. Дмитрий Гаврилов, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Заповедная стройплощадка. На месте, где скоро начнут возводить здания для художественной галереи, сейчас работают археологи. Впервые пермские ученые ведут раскопки зимой. Они уже обнаружили множество ценных исторических находок. Все это планируют впоследствии показать горожанам. На место раскопок взглянула наша съемочная группа. 4 тысячи квадратных метров. Такова территория, отведенная под строительство здания для художественной галереи. Сейчас на этом месте установлен пневмоангар. Внутри передвижной конструкции оборудована рабочая площадка, где трудятся археологи. Пространство обогревается тепловыми пушками. Грунт оттаял и можно копать. Это место для ученых очень интересно. Почти полтора века назад здесь, на берегу реки Ягошихи, были открыты главные железнодорожные мастерские для ремонта локомотивов и вагонов. Ведь как раз тогда на Урале начала действовать горнозаводская ЖД-магистраль. Ну а в начале 20 века, после революции, на базе мастерских был образован паровозоремонтный завод. У нас такая сейчас рабочая версия о том, что это смотровая яма для паровозов или для вагонов. В общем-то, ширина соответствует колесной базе паровоза. То есть это не остатки фундамента, скорее всего, это такая смотровая яма. Относится она либо к периоду, когда здесь построили железнодорожные мастерские, но, возможно, что к более позднему, когда уже стал функционировать паровозоремонтный завод. Раскопки на территории завода Шпагина археологи начали осенью и обнаружили участок дороги. Как пояснили специалисты, это Соликамский тракт. Он проходил здесь до постройки железнодорожной инфраструктуры. Копать тут непросто. Низина и грунтовые воды близко. В свое время заводчане создали дренажную систему. Сырые участки засыпали песком и щепой. Кроме старинного заводского ландшафта, ученые обнаружили и предметы 18 века. Это серебряные и медные монеты, причем медь даже не окислилась. Пуговицы, инкрустированные эмалью. Женские украшения. Много бытовых предметов. Ножи, керамические горшки, берестяные туиса, емкости для алкоголя. Те объекты, которые мы нашли, они были, так скажем, погребены под бетонными плитами, когда в 20 веке перестраивали здесь завод, пристраивали различные ангары. То есть мы поднимаем бетонную плиту, и под ней, можно сказать, законсервированный объект 18 века. Территория завода Шпагина сама по себе интересна, говорят специалисты. К примеру, именно здесь в советское время была установлена первая скульптура «Пермяк соленые уши». Выглядит она основательно, покрылась ржавчиной от времени. Арт-объект планируется сохранить. Ну а завершить раскопки на этом участке археологи планируют ближе к апрелю. После чего думают организовать выставку, чтобы показать итоги своей работы пермякам. Юлия Зыкова, Александр Кудяков, Телевизионная служба новостей.